Спецслужбы 27 октября 2018 года Как известно, наши спецслужбы обделались, уделались в Керчи. Там у них просто все пошло не так, как они запланировали, но это давно уже. Они так работают, они не умеют работать. Наши спецслужбы более, раньше хоть были профессионалы, и когда они работали, тогда уж никто не мог заподозрить в нелепости той, которая совершилась в Керчи, когда те же самые спецслужбы были обвинены, конечно, в расстреле школьников. Но это нужно ведь как-то дезавуировать, вот эту глупость. И спецслужбы понимают, что нужно дезавуировать. Каким образом? Но еще большей глупостью, чтобы отвлечь внимание примитивных, скажем, животных, да? Они теперь все народонаселение считают за примитивных животных. Но, конечно, кто купился на такие вот удочки, тот, конечно, возможно, из породы шариковых. А таких у нас в стране немало. Итак, банда игиловцев, это вчерашняя заметка, банда игиловцев готовила взрывы в Москве. Ну, как вам такая новость? Ну, прямо они вот прибежали все в Москву и давая трясти Москву, растрясывать. Потому что Москва глупостью просто заполонена. Это, знаете, глупость, как тесто дрожжевое взрастает в Москве. В московском регионе обезврежена ячейка. Ячейка исламского государства. Террористическая организация. Это в скобках нам дается, чтобы мы ни в коем случае не приняли ее за что-либо другое. И дается нам разъяснение. Террористическая организация запрещена. В Российской Федерации у боевиков изъято оружие, деньги и отчеты о подготовке терактов. И ФСБ сообщает, что задержаны шестеро боевиков. Они, наверное, из Керчи сразу полетели в Москву выполнять еще одно задание. Итак, шестеро боевиков, готовящих в Москве теракты, при совершении которых планировалось использовать как огнестрельные, так и самодельные бомбы. Вы видите, под чертой один и тот же огнестрельные и самодельные бомбы. Мы это уже прошли в Керчи. А на больше у них не хватает выдумки. У подозреваемых также нашли схемы для изготовления самодельных взрывных устройств. Это точно так же, как у застреленного, вернее, сначала убитого, а потом уже застреленного Рослякова. Рядом нашли паспорт, чтобы никто, не дай бог, не ошибся, что это Росляков. Поэтому и здесь также нашли все то же самое. И ведь мы уже знаем такие случаи, когда у нас на 9.11 в Нью-Йорке две башни близнецов якобы были взорваны тоже такими вот арабскими террористами. И они на месте преступления оставили свои паспорта. Потому что на задания все ходят только с паспортами. Но это когда задание от спецслужб. То есть, когда нужно определить тот самый след, который, который-то не должен быть виден, но чтобы долго не расследовать, а чтобы тут же свалить в тот же час на какую-то очередную игиловскую группировку, но тогда и кладутся паспорта на место преступления. А дальше нам говорят, что ячейка ИГИЛ была глубоко законспирирована, а ею руководили выходцы из Сирии. Из центрально-азиатского региона деньги для террористов поступали из-за рубежа, а также добывались посредством тяжких общеуголовных преступлений. Говорится в сообщении ФСБ. У нас теперь такие умные дядьки работают в ФСБ. Но и страна вся развалилась, как вы видите. И ФСБшники, и росгвардейцы бьют малолеток на площадях, когда они идут выступать против. Так что вот нам и цена. Нашим ФСБ. Примитивизм сидит на примитивизме. Конечно, понятно, что когда верхний руководящий эшелон власти рушится, то и соответственно те органы силовые, на которых держится этот самый эшелон власти, они тоже деградируют. Они превращаются в примитивные шариковские существа. И жалко, профессор Преображенский все-таки оставил Шарикова жить. Видите? Ну, такие вот экземпляры потом располодились у нас по всей нашей большой территории. И выживают разумных людей с этой самой большой территории. Они же бегают и гадят, метят эти самые просторы, которые были наши, а стали их так и не думать. Но это временное явление. Ведь очень-очень скоро сейчас все изменится. Верьте, люди, верьте. Но надо, конечно, верить в самое лучшее светлое будущее, что все-таки и там все скоро рухнет. И они это знают. Поэтому они очень-очень злятся. И вот таких вот игиловцев, и еще сахарков рязанских будет немерено. И я жду-таки какого-нибудь сахара рязанского в Севастополе. И это будет рук. Ну, естественно, силовиков. А там уже кто из них? Росгвардия, ФСБ или ГРУ. Да не все ли равно народу? Скажите. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.